Недавно вы упубликовали свидетельство двух вагнеровцев о чудовищных преступлениях в Украине, о непосредственно геноциде украинцев. Там звучат абсолютно шокирующие вещи. Но прежде чем мы придем к сути, я бы хотела вас спросить. Один из этих вагнеровцев лично убивал украинских женщин и детей. Другой, как он говорит, был лишь свидетелем. Но тем не менее, как вы считаете, зачем они рассказали вам об этом? Вы понимаете их мотивы? Ну, в первую очередь, хочется сказать, что это не единичный случай. Многие, кто покинули Челка-Вагнер за последний год, обращались к нам с тем, чтобы дать свидетельство и рассказать, что там на самом деле происходит. Прошли через эту террористическую организацию десятки тысяч россиян, половина убита. Половина либо искалечена, либо вот находится в таком состоянии, как они. И из них, по статистике, есть какой-то небольшой процент тех, кто готов рассказывать правду. Конечно, не все способны на подобное. В данном случае речь идет о двух мужчинах. Это Максим Зеленов и Алексей Чернявский, которые сбежали из Челка-Вагнера при первой возможности. Они были отправлены из колонии ГУФСИН России по Иркутской области в Челка-Вагнер в конце ноября прошлого года. Уже с начала декабря они были в расположении в полевых лагерях этой террористической организации, проходили подготовку. И потом их, как очень многих новичков, бросили на как раз ту самую так называемую зачистку. Но на самом деле, конечно, это длящееся военное преступление, преступление против человечности. Вы правильно сказали, что это один из моментов был геноцида. Как раз для того, чтобы они замарались в самых страшных, ужасных преступлениях с тем, чтобы службу безопасности Челка-Вагнера, российские спецслужбы, с помощью дронов, с помощью аэроразведки все это зафиксировали. И у них был компромат на собственных бойцов. Изначально тех, кто пребывал в расположении, они бросали на какие-то чудовищные преступления, с тем, чтобы потом они были на коротком поводке и не думали убежать, сдаваться в плен в сторону Украины, не думали о побеге в Россию или в какую-либо другую страну, а все время выполняли все приказы. Двоих бойцов, которые отказались в самом начале этой зачистки принимать участие в этом чудовищном преступлении, и которые вернулись, по нашей информации, их расстреляли. И тут сработал так называемый заградотряд, это особое дело и служба безопасности Челка-Вагнера и Евгения Пригожина. Соответственно, все остальные, в том числе Чернявский и Зеленов, принимали участие в этих зачистках. Один из них признается в соучастии в этих чудовищных преступлениях, другой отрицает свое участие непосредственно как исполнителя и говорит лишь о том, что он оттуда сбежал. В любом случае, я считаю, что здесь имеет огромное значение огласка этого, разоблачение и начало международного расследования по этой теме. Вчера вечером и сегодня с утра я нахожусь в контакте с представителями комиссии ООН, которая занимается расследованием преступлений. Мы передали им эти материалы в том числе. Помимо этого, Зеленов и Чернявский опубликовали свои заявления на ГУЛАГУНЕТ и официально их зарегистрировали в Генпрокуратуре и в Следственном комитете России. Я надеюсь, что на международном уровне будет проведено расследование. И, конечно, я думаю, что все, что у нас есть, мы передадим в офис Генерального прокурора Украины с тем, чтобы в Украине тоже на национальном уровне была проведена проверка и расследование. Мы правозащитники, мы занимаемся независимым расследованием и у нас нет всей полноты власти, полномочий, какие есть у тех официальных лиц, которые занимаются международным расследованием. Мы в данном случае просто сигнализируем о том, что нам стало известно. Мы привлекаем внимание к судьбе этих двух мужчин, потому что они сбежали из ЧВК Вагнера, они несколько месяцев подряд скрывались на оккупированных территориях. И они, конечно, опасаются, что их самих ФСБ и службу безопасности ЧВК Вагнер может обнаружить и убить. И именно поэтому они вышли к нам и решили рассказать миру об этих ужасах, потому что это единственная возможность для них спасти свою жизнь. Если их без журналистского, общественного и международного контроля задержат российские спецслужбы, скорее всего, с ними поступят так же, как поступают с огромным количеством беглых, беглецов, тех, кто сбегает из расположения ЧВК Вагнера и других подразделений Минобороны. Их могут, как они выражаются, обнулить, попросту убить. И поэтому это срабатывает инстинкт самосохранения. Они идут в Абанк, они понимают, что тем самым они, конечно же, навлекают и на себя проверки и будущие расследования. Но, тем не менее, это их способ выжить и не быть расстрелянными или отправленными на передовую. Они больше не хотят принимать участие в военных действиях. Им хватило вот этих вот нескольких недель в декабре, чтобы прозреть и убедиться в том, что это чудовищная организация, преступная организация. Я сейчас говорю про ЧВК Вагнера. Я их ни в коем случае не собираюсь оправдывать. Я им не могу быть адвокатом. Но я считаю, что показания таких, как они, имеют большое значение для международного расследования и для раскрытия вот этих чудовищных преступлений, которые и ЧВК Вагнер, которые я для себя называю, например, ЧВК Путлер. Потому что это, очевидно, это карманная армия Владимира Путина и Кремля, а не частная лавочка Пригожный или какого-либо другого олигарха. Я считаю, что здесь важно сделать все возможное каждому на своем месте, чтобы раскрыть эти чудовищные преступления, чтобы всех виновных разоблачили и со временем привлекли к уголовной ответственности, потому что срока удавности по этим преступлениям нет. Ну и, конечно, в очередной раз мы поднимаем вопрос о необходимости создания определенной международной программы по как раз работе с такого рода соучастниками военных преступлений и со свидетелями, потому что это абсолютно неоднозначная история. Здесь нет отдельно белого, отдельно черного. Это очень сложный микс, но именно в интересах правосудия, в интересах справедливости мы это сегодня делаем, внося какую-то маленькую-маленькую свою лепку в то, что мы можем. Вот эти двое бывших наемников, которые с вами пообщались, как вам показалось, насколько они честны были с вами? Потому что в некоторых моментах я обратила внимание на то, что они, например, не помнят населенные пункты, где они находились, или, по крайней мере, не называют места расположения. Один из них очень долго пытался вспомнить свой позывной, что, в принципе, довольно странно. Это было бы странно, если бы они находились долгое время там. Насколько я понимаю, их в конце ноября, в начале декабря передали в расположение. Уже через две недели у них произошло их соучастие в этом страшном преступлении. И потом был стремительный побег. Они 1 января 2023 года сбежали из расположения ЧВК «Вагнер». И с тех пор скрывались, потому что они думали, что они не помилованы. Они думали, что если их обнаружат российские спецслужбы, то либо их обнулят, либо их в любом случае отправят в тюрьму досиживать большие сроки лишения свободы. А в тюрьму они не хотели. Но, пообщавшись со мной, после того, когда мы провели свою проверку, они поняли, что в России они помилованы указом Путина 12 ноября 2022 года. И поэтому, в принципе, для них есть возможность вернуться в Россию. Но в данном случае, конечно же, в первую очередь, очень важно, что они вчера, собственноручно, после общения со мной, добровольно, без какого-либо принуждения, написали заявление в ООН и в офис прокурора Международного уголовного суда. Они готовы давать показания. Они готовы давать показания с применением полиграфа. И они готовы, в общем, отвечать на самые сложные вопросы по этой теме. А что касается локации, то они её установили. Это одна из деревень под Солидаром. И здесь уже, я думаю, что когда будет проводиться расследование, можно будет точно идентифицировать и найти ту локацию, где конкретно совершались эти преступления. Дата — это вторая половина декабря 2022 года, что как раз совпадает с ожесточёнными боями под Солидаром и с тем, как в российской пропаганде в начале января они браурно рапортовали о проведённых зачистках и якобы освобождении, а на самом деле об оккупации тех территорий. Продолжение следует...